Всем привет, дорогие мои друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру Darkwood И сегодня я хочу сходить на радиовышку, как вы мне писали, проверить и попробовать найти там запчасти для компрессора Ну что, вроде бы... Так, секунду Чёрт, а у меня что, патронов нету? Да И там я, кстати, немножечко погиб Видимо, они у меня остались там в рюкзаке Надо мне этот рюкзачок забрать И, надеюсь, патрончики мои все восстановятся А пока пойдём с лопатой Ну, если что, у меня есть, конечно же, коктейль Молотова Топор, пистолет, как-нибудь выживем Вот он, мой рюкзак Да, все патроны здесь Ну что ж, теперь уже совсем будет по-другому Так, давайте-ка Так, у меня что? А, нет, всё отлично у меня Почему он у меня не перезаряжается, интересно? Ага Что-то немножко у меня подклинивает здесь Отлично Погнали Возьмём пистолет Так, здесь можно что? Копать Что выкопаем? Хорошенького Оуу Не дурно Это всё нам пригодится Так, погоди-ка, погоди-ка, погоди-ка Ты-то какого фига тут вылез Ублюдок мелкий, а? Готов, огурец Уносите этого охламона Давайте-ка глянем этот ящик Ага, значит, я здесь был уже Ну что, здесь возьмём, наверное, только гвозди себе Что опять заскрепело, зашкрижетало, а? Опять эти корни здесь где-то гуляют Опа-на Надо вот это, наверное, глянуть нам Всё-таки, а? Блин, был Странно, а грибу почему-то не собрал Оу, металлолом Использованный капканчик Я не могу понять, какой смысл от плесени просто так Лежит себе на дороге Так, ну что, вот мы с вами дошли До этого местечка И где-то вот здесь у нас Должен быть вход на радиовышку Давайте-ка здесь глянем Нет, здесь мы с вами были Здесь у нас дурковал в своё время оборотень Прикалывался над нами Значит, пойдём в эту, в обратную сторону Что-то мне подсказывает Что я, наверное, неправильно иду Хотя, подождите-ка Дайте-ка я фонарик возьму Вот здесь-то я как раз и не был Вы мне написали, что здесь будет жесть Сейчас мы проверим Так, хорош там орать Сетка разорвана в клочья Ящик Ну, как видим Ничего нету Трупак Точнее, уже даже скелет Фонарик и сигнальный факел А здесь, я так понимаю, не пройти, да? А вытащить его тоже, наверное, не получится Специально, наверное, сделали, чтобы Нельзя было скоротать путь Ладушки Будем играть по их правилам Что это такое? Похоже на гнездо Хотя, может, я ошибаюсь Мрачное местечко Опа-на Это кто такие? Непонятно Ну, я их сожгу От греха подальше Они спят Но малейший шум может их разбудить Да нет, боюсь, они уже не спят Они уже жарятся у нас И смотрите, сколько здесь вот этих вот Лежбищ Для этих мутантов Так, грибочки Интересно, я вообще правильно иду хоть? Нет места в инвентаре Чем он у меня загружен? Давайте, наверное, выбросим вот это вот И заберем грибы Потому что смысла на них наступать нету Лишний раз себя травить Опа-на И еще партия тут лежит Так, ну что, давайте их сожгем Замечательно Черт подери А теперь придется немножко подождать Пока он потухнет Иначе мне не пройти Мертвый детеныш Банши Ага Вот так вот Я надеюсь, я ее не разгневаю Она не придет сюда И не покарает меня Тихо, 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 тихо Вы сказали не смотреть на нее Все, я не смотрю на нее Черт подери, что-то не помогает Черт, я отвернулся Да е-мое, а Черт Она, по-моему, меня просто так не отпустит Мне либо придется ее сейчас чпокнуть А потом этих Мелких детенышей Все, ребята Сейчас побегут Малыши Малыши Ну мы еще по-быльникам и пощелкаем здесь Так Двое их чпокнули Так, три Четыре Пять Что-то я не мог Не пойму Это Эй Откуда столько-то? Да хорош Нет, мы так не договаривались У вас должно быть там пять Ну максимум шесть А тут целая куча их Лишь бы мой фонарик только не погас Возьмем лопату Нет, нафиг Не хочу лопату Давайте лучше пистолет возьмем А то кто его знает Сколько этих тварей там еще сидит Но пока тишина Нет Вот они Слушайте, у меня такое ощущение, что Они там просто бесконечные Смотри Нет, все-таки Нет, не кончилось Идут Черт подери Я на них так все патроны свои страчу Оу-оу-оу Как-то ты Ухитрилась Обойти меня Так, еще я слышу Псы где-то лают Вранья здесь дофига Это, я так понимаю Прибежище Банша Ихне гнездовье Машина Поросшая Рюкзак Так, факел Отмычка И батарейка Ладно Пригодится Оу-оу А у меня больше нет, ребята К сожалению Коктейля молотова Придется А так, наверное, будет шума много Надеюсь, они не проснутся От того, что я тут лазаю Давайте-ка пролезем Тут труп лежит Тряпка Нет места Ну понятно Слушайте, а может быть Лопатой попробовать, а? Втихаря Опа Она срабатывает Вот так мы, наверное С вами и будем поступать Бить лопатой На глушняк Блин, они тут везде Я представляю Если здесь Стрельнуть Или еще что-нибудь В этом роде Сколько их тут очнется Ну что, придется Тогда топорик брать В общем, я думаю Вы догадались Что я буду сейчас делать Просто потихо Их всех убивать Без шума Черт Целый Домик Или что это такое? Ну, похоже на дом На отпаш Так, еще две здесь Твари Беспощадно Как говорится Хорошо И И И все, да Получается Ну-ка Здесь открою Да ладно тебе Банч Иди отсюда Я не смотрю на тебя Черт Доралась Ну давайте Я жду вас тут Так Йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо Тихо Не понял я Не понял Да ну короче Как так Столько Блин, я даже не могу Ничего сделать Ребят, все Занесили Да Быстрый был Бой однако Знаете, что меня больше всего в этом расстраивает? То, что мне туда придется идти. Я надеюсь, у меня оружие. Ну, как видим, винтовка, дробовик при мне, пистолет тоже. И топор. И искать там свой рюкзак, который я потерял. Я даже уже не помню, что в нем было. Ой-ой-ой-ой-ой. Туда идти даже, честно говоря, не хочется. Но надо, надо мне посмотреть. Разведать ту территорию. Да и в конце концов узнать, где эта запчасть от компрессора. Чтобы я смог себе зарядить кислородные баллоны. Ну, а там уже мы с вами поплывем куда-нибудь. В общем, посмотрим. Так, металлолом. Ну, ничего такого особого у меня нету. Факел есть только. Да, в принципе, наверное, и все. Так, гвозди выложим. Поехали. Да, бежать туда, конечно, не ближний свет. Оу, у меня, оказывается, ребята, лопаты нету. Значит, она осталась там. Я думал сейчас ее починить. Но, как видите, в инвентаре у меня ее не оказалось. Ладно. Побежали тогда туда опять. Хотя нет, ребята, времени у нас мало. Давайте, наверное, с вами здесь погуляем. Пройдем в район свалки. Посмотрим, может быть, что-нибудь здесь валяется. Что мы не успели с вами добрать. Потом пойдем домой, переночуем и уже со свежими силами, наверное, рванем туда, к радиовышке. Так, что у меня? Блин, у меня только ствол, пистолет, я имею в виду, и топорик. Не густо, конечно. Но будем надеяться, что никого крупного такого мы не встретим с вами. Времени у нас очень мало. Так что по-быстренькому все здесь разглядим. Тихо. Вот это вот мне не нужно сейчас в данный момент. Я же слышу. Где-то у нас тут трупоед, этот пожиратель. Ух ты, отмычка-то у меня есть. Что нам тут дадут? Ну, в принципе, обоймочку дали для пистолета. Это уже плюс. Плюс там дали проволочку нам. Ёлки-палки, мне не нравится. Или это абориген? Черт, только нет, только не ты. Что же нам... Ё-о-о-о! Там, значит, пожиратель. В болоте ящер сидит. Тут валяется трупец, который лучше не трогать, он взорвется. И вот уже, в принципе, свалка. Так, ладно, давайте посмотрим, докуда мы... Да, в принципе, тут уже все, время истекает наше. Нам как бы надо с вами возвращаться уже до дома, до хаты. Давайте вот этого... Чего? Новая запись в дневнике свалка. Ух ты! Как это я так упустил его в свое время, этот трупачок? Хм, понятия не имею. Ладушки, тогда поехали дальше. Что у нас тут? Ух ты, смотрите, валяется кто-то. Труп. Две проволочки. Ладно. Пригодятся на отмычки. Все пойдет. Что тут? Скрежет какой-то, слышу. Ага, грибочки. Ядовитые. Давайте заберем. Блин, я что-то забыл, как нам идти к этой... К улитке-то. По-моему, в этом направлении. Ну да, где-то здесь должно быть... Это пристанище. И на нем улитка сидеть должна. Точнее, валяться. Слушайте, время уже поджимает. Наверное, нам пора возвращаться. Пойдем уже на следующий день. А вообще, мы пойдем сюда, когда я заберу свои манатки. А манатки, как вы знаете, у меня валяются на радиовышке. Так, сейчас бы мне отсюда выйти как-нибудь безопасненько. Давайте тогда установим еще один капканчик. Он нам не помешает. Именно вот здесь, наверное, на проходе. И забьемся, наверное, с вами. Так, тут у нас дверей нету. И сделать я тоже не могу их. Блин. Так, ну что, можно встать, в принципе, за дверь, как мы это обычно делали. Тут у нас все как бы. Мне бы самому не вляпаться бы. Так, давайте мы с вами лампочку перетащим вот сюда маленько. Так, тихо-тихо. Где-то тут капкан должен быть сейчас вляпать еще. Вот. А сам встану в уголочек. Дайте мне протиснуться. Оттиснуться. Так, уже начинается рев. Лай. И так далее. Все, буду здесь стоять. И обороняться. Хотя, можно было бы и за дверь спрятаться. Ну, попробуем так. В прошлый раз я спрятался за дверь. В баллон стрельнул. Вы видели результат. Надеюсь, с этого расстояния мне ничего страшного не будет. Все, началось, ребята. Началось. Какое окно? Это? Ну, в принципе, мне не страшно, потому что здесь капкан стоит. Любой чудик, который сюда ворвется, сразу же вляпается в этот капкан, а я уже расстреляю. Дела будут обстоять хуже, когда попрут вон с тех дверей. Точнее, проема. Дверей там уже давно нету. Как-то я забыл их сделать. Ладно. Переживем как-нибудь. Ну, кто там ломится-то, а? Все, никак не может пробиться. Обычно это собака. Они так только долго бьют. Или аборигены. Но, в любом случае, нам это не страшно. Капканы стоят. Должны выдержать. Все, пробили. Кто это? Ну, я же говорил, пес. Одно плохо, что у нас уже здесь нет капкана. Если кто-то попрет через окошко, придется повозиться с ним. Оу. А вот и абориген. Ё-моё. А не много ли у вас тут, ребятушки, а? Слушайте, по-моему, пора взрывать. Черт подери, еще не конец. Еще кто-то прет. Причем времени-то у нас только второй час ночи. И уже такая заваруха. Но один капкан есть у нас. Два здесь стоят. Может быть, мне как-то туда переместиться, за них. О, бутылочки. Здесь тоже. Самогончик, это хорошо. Можно, в принципе, это двинуть стул. Вот сюда. И лампу немножко выдвинуть, да? А можно, в принципе... О, вот так вот мы встанем. Так, псина. Давай, отлично. И у нас последний капкан остался. Будем надеяться, что никто не придет. Блин, опять окно делать. Двери. На все это нужно дерево. Доски. Короче, опять. Забота выше крыши. Ну что же, 4 часа пока тихо все. Так, что у нас тут есть хорошего. Вот так вот давайте сделаем сейчас. На всякий случай поставим здесь недалеко. Вот. Так, чтобы не смогли обойти лампу и на меня напасть. Шикарно. Теперь мне как-то поспокойнее будет. Хотя, возможно, уже никто и не придет. Если только под самое-самое утро уже, где-то часиков полвосьмого, начнет кто-то ломиться. Хотя, я в этом очень сильно сомневаюсь. Но. Что, гости недобрые? Будете ко мне идти или нет? Так, слышу, слышу знакомую музычку. Издалека. Солнышко уже встает. И, возможно, ребята, нам сегодня повезет. Ну, смотрите, да? Два аборигена, три пса. Хотя, я и так бы с ними справился. Но, все-таки, капканы сделали свое дело. Так, смотри, 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 смотри. Оп. Пока, роднуля. Но, в принципе, как я и говорил. В полвосьмого какая-нибудь тварь-то выйдет. Ладно, не будем пока расслабляться. Пока уже точно не перейдем на следующий день. Все, ребята. И у нас сорок пятый день начался. И у нас у троицы 250 очков репутации. Надо будет к ним сбегать. И, естественно, забрать нашу походную амуницию. То есть патроны, тряпки. Ну, все как полагается. Ну, давайте, роднули. Показывайте, что у вас есть. Ну, как раз то, что мне нужно. Давайте-ка мы вот этот хлам весь продадим. Посохи. Тоже они нафиг мне не нужны. Так, 181 всего. Ладно, хорошо. Больше не влазит, да? Так, раз, два, три. А, у него даже и так не влезет. Ёлки-палки. Так, давайте вот так попробуем. Так. Проволочку. Угу. И у меня всего 300 очков. Что-то маловато как-то. Патрончик заберем. Да, в принципе, и все, я думаю. Больше мне ничего здесь не надо у них. И баллон с патроном я тоже, скорее всего, брать не буду. Ладно. Все, была не была. Пошлите. Так, генератор у нас выключен. Что у нас на верстаке есть хорошего? Так, мы можем сделать капкан. Также коктейль молотого. Вот это надо сделать нам в первую очередь. О, три бутылочки. Это уже хорошо. Даже на четыре хватает. Все, отлично. Давайте заберем. Так, факел мы этот, наверное, скорее всего, с вами продадим. Семь штук. Корпус пистолета. Я даже не знаю, нужен он нам, не нужен. Пригодится, не пригодится. Можно было бы, конечно, его и продать. Так, два фонаря, гнилой гриб. Это все продаем. Ну, и вроде бы как все остальное нам... А, бутылка с газом. Ну, стоит всего 40. Маловато. Так, капканчик слепим себе. На верстак нам нужны клещи, которых я не нашел пока еще. Ух, так. Ну, это есть. Значит, нужно еще две детали. Да, блин, что так все дорого стоит-то у них, а? Давайте-ка продадим. Этот хлам. Так, где вот сигнальные факела? 210 очков довольно неплохо. Это мы задаром отдаем. Все, больше нам нечего ему продать. Отлично. Ну что же, можно отправляться туда, на радиовышку. Но я хочу, знаете что... Давайте-ка секундочку отвлекемся. Тут буквально немножко времени вашего отниму. Меня вот интересует вот эта дверь. Где брать ключ? Может быть, эту дверь взорвать к ядре не фигня, а? Просто взять, поставить баллон. По нему бомба... А, хотя... Металлическая, не металлическая. Баллон вроде бы взрывает все двери. Ну, я могу и ошибаться. Ладно. Погнали, короче, туда. В самое логово этих банч. И искать запчасть для компрессора, чтобы накачать воздух в баллоны. Где-то тут недалеко я потерял свои монатки. Надо будет их обязательно мне найти и вернуть. Тихо, тихо, тихо. Успокойтесь все. Я пришел с миром просто забрать свой рюкзак и все. Больше мне тут от вас ничего не надо. Так, здесь у нас тупик получается, да? Выйти никуда не могу. Ладно. Грибы. Ну, давайте возьмем грибы. Так. Где-то на самом верху отмечена точка красная. Я уже даже не помню. Проходил я. Я вроде бы здесь был, да? Не скули. Не дома. И дома не скули. Так, ладно. Пробегаем здесь по-быренькому. Ага, вот он тот свет. Но он не убивает. Отлично. Еще одни грибы. Че, 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 я не понял, да? Твои ты уродина. Черт подери, а. Ты смотри, че. Подожди, как выйти отсюда? Ох, сколько вас тут много. Ребят, я, по-моему, опять выляпался, а? Ну, это как вот это вот назвать? Они мне просто не дают ничего сделать. Я не могу ни выстрелить. Ух, хоркали. В очередной раз. О-о-о-о-о. Да. Блин, надо было мне дурачку кинуть туда бутылку коктейля Молотова. И всех там запалить. Разом. Ладно. Как говорится, была не была. Побежали еще разок туда. Да, все-таки очень хреново идти без часов. Я не знаю вообще, сколько сейчас времени. Ну, думаю, немного я потратил на две заходочки. Главное, все, быстро здесь найти. Так, смылась отсюда с пути. Ага. Так, а может быть, нам здесь можно пройти? Да, мы здесь с вами пройдем лучше. Смотрите, сколько я тут тогда настрелял, а? Этих гадов. Лежат трупики мелкие. Слушайте, значит, где-то вроде бы здесь должен быть рюкзак у меня первый. Который я потерял. Рюкзак. Это не мой. Опять? Опять где-то корякают. Так, надо в это здание как-то забираться нам. Черт подери, а. Ты посмотри. Блин, я даже не знаю, к ее. Я вот смогу, интересно, так через окошко застрелить или нет? Ну-ка... Оу! Да откуда ты вылез-то? Иди сюда, урод. Кажется, все спокойно, да? Давайте перепрыгивать. Бомбил их, бомбил их, бомбил... Рот, а, смотри-ка. Ну, где вы тут? Не всех еще добил я. На-ка. Хе. Разбежалась. Ну, давайте, выходите всем скопом. Я вам... Блин, пугает мне этот глаз. Я вам просто бутылку коктейля молотого брошу. И все. Делов, так говорится, на копейку. О, я вижу камень. Тихо, тихо, тихо. Черт подери. Главное, не дать себя тут где-то зажать. Иначе будет больно, совсем больно. Черт, патроны кончились. Я даже не помню, есть ли у меня еще-то обойма. Блин, принесу топорик брать. На, ублюдок. Захоркал. Этого детеныша. Ну, по-моему, здесь еще будет. Оп-оп-оп. Идет, идет, баньши. Ну, че, у меня выбор невелик. Ага, рюкзак. Дневник. Мы снова не спали. Ночью появился очередной полоумный, второй за месяц. Он перепрыгнул через сетку и пытался выломать дверь головой. Получил снотворным взад. Сегодня мы вынесем его наружу. С тех пор, как в деревне выросло это жуткое дерево, все больше дикарей слоняется вокруг наших убежищ. Откуда они она знают? Они ведь малогольные, они говорить-то почти не умеют. Жители деревни в нашей зоне до сих пор ни о чем не догадываются. Уже как 10 лет. Но как только у них заезжают шарики за ролики, они идут в лес, обмазывают лицо грязью и начинают тут болтаться. Стефан рассказал, что в соседней зоне дикари появляются преимущественно вблизи убежища над спуском в тоннель. Не думаю, что это совпадение. Так, вблизи убежища над спуском в тоннель. Это, видимо, какая-то подсказочка. Так, что тут? Ящик, давайте обыщем его. Посмотрим, что будет в нем лежать. Так, ну что, фонарик, два патрона, это просто шикарно. И какая-то старая кассета. Для чего вот это все я нахожу? Старые кассеты, какие-то игрушки. Толку-то от них. Абсолютно не вижу. Ну что же. У меня теперь здесь два места, где я потерял свои манатки. Два рюкзака должны валяться. Естественно, я не собираюсь им все здесь оставлять и куда-то дальше идти. Во-первых, мне нужны часы. Как ни крути, без них я никуда не пойду. Вот, и в конце концов, там у меня и патроны, и амуниция. Так, надо вот это вот, я думаю, забрать. Вот этот вот блестящий камень пригодится нам для торговли. Так, ё-моё, блин. Отвернулся, отвернулся, на. Сейчас пойдут, я чувствую. Сейчас побегут, гады. Ну-ка. Сейчас, сейчас, я вот здесь вот. Вот так. Блин, сам загорелся, ёлки-палки. Будут гореть, нет? Ух, как хорошо горят, ребята, смотрите. Ну, если бы я знал, я бы так его раньше сделал. Блин, мне надо подкрепиться. Чуть-чуть не прозевал. Сейчас бы просто тут валялся, как этот сраный обанч. Ну что? Всё, давай, гасни уже. Надо мне пройти там, кое-что проверить. На наличии каких-нибудь вещей. Ну, похоже... Да, а, нет, смотрите-ка. Есть проходик, оказывается. Ага. Груда костей валяется везде. Обглоданных. Сколько людей тут поубивали, эти гады. Труп лежит. Так, кто-то здесь стучит. Чё такое? Помните, да? Чувачок хотел выбить дверь головой. Это, походу, он и есть. Почти не был. Да ладно. Тут ещё и пароль. Здоровский пароль. Мне кажется, я помню код от этой двери. 8684. Слушай, а откуда мы можем его знать? Я что-то не въехал. Надеюсь, его не поменяли. 8. Ну-ка. Получилось. Отлично. Это уже хорошо. Поровший корнями гражданское радиооборудование. Так я же вроде бы здесь был. Или я был в той части верхней дома. Вход в подземелье. Войти. Спуск подземным тоннелем. Вот оно как. Ну что ж, давайте зайдём. Фух. Что у нас здесь-то будут ожидать? Что это за тоннели? Куда они ведут? Всё интереснее и интереснее. Блин. Главное, что, по-моему, если не ошибаюсь, в этих тоннелях время у нас не идёт. Или идёт. Давайте хотя бы вот этот фонарик поставим, иначе тут вообще ничего не видно. Дорогу вперёд преграждают огромные корни и щебень. Ящичек. Что у нас в нём будет? Фонарик. Дневник с радиовышки. Так, погоди, погоди. Куда ты уехал? По тоннелю прошли двое людей из убежища поблизости от деревни 3С. Атакованные. Раскрытое местоположение убежища вблизи 3С. В подвал ворвалось около 12 жителей. Большинство вымазанных грязью полоумные люди. Трои одеты в странное тряпьё. Мы потеряли одного. Дверь в тоннель закрыта. Ни один из жителей не пробрался дальше. Мы готовимся к эвакуации. Эвакуация прошла успешно. Дверь закрыта на кодовый замок. Возвращаемся. Возвращаемся. Это... Я так понимаю, в этот тоннель забежали 12 чудиков. Местоположение раскрыто. Наверное, это дорога в один конец. В плане в один конец. Вы завязываете так прикалываться уже, а? В один конец. Похоже, что эта дверь откроется только, когда я закрою предыдущую. Не нравится мне эта задумка. Что-то произошло. Так, отлично. Я надеюсь, мы отсюда все-таки сможем с вами уйти. Потому что... Я еще не все дела там сделал. На поверхности. Так, здесь тупик. Металлический рычаг. Рычаг зарос каким-то грибком. Чтобы воспользоваться рычагом, сначала нужно найти способ избавиться от паразита. И что? Металлическая дверь. Видимо, эта дверь чем-то подперта с обратной стороны. Я так понимаю, это вагонетка какая-то, да? Тележка. Или это рычаг, который будут открывать. Короче, давайте сжечь. Сжечь этот грибок. Вот это бомбнуло. Неужели все заново теперь все, а? Да. Что-то я не думал, что там будет такой обалденный взрывак. Ну. Что-то я не понял. Это я где? Опять без всего, без монаток. Это что, опять сон очередной? Ребят, получается, что... Видимо, это чем-то дверь подперта с обратной стороны. Я не могу сейчас этого сделать. Слушайте, я очнулся в том же месте, где я сейчас только что взорвал грибок. Ну, где мои монатки? Неужели опять сон, а все-таки рюкзак? Фонарик мне дают армейский. Хорошо. Давайте пойдем с фонариком. Как обычно, да? Тихие, длинные, мрачные коридоры. Никого нету. Музычка какая-то начинается. Из глубины коридора доносится непонятный зов. Вот о чем я вам сейчас только что и говорил. Музычка, зов, иди. Иди ко мне. Да иду, иду я к тебе. Жди меня. Сейчас я подойду. Так. Кто здесь? Что тут написано? Не пойму. На земле написано, иди ко мне. Блестящий камень, это хорошо. И выйти я отсюда не могу. А, вот. Еще блестящий камень. Ну, это, ребята, я помню. Это у нас была такая фигня во сне. Мы шли по этим камушкам. Естественно, они после этого пробуждения не сохраняются у нас. Так что, можно, в принципе, за ними не заморачиваться. Только лишь как приманка куда идти. В каком направлении. Давайте забирать. Так, интересно, а тут сюда? Да, давай, наверное, сюда, потому что камень лежит здесь. Что-то они тут ветляют, ветляют везде. Правильно хоть иду? Нет. Майн приложу. Что ты здесь ищешь? Оборванец. Потерялся, бедняжка. Вообще-то, оборванец это ты. Я нормальный чувак, который... Так, а это кто такой? Алкашка, кто сидит, бухает. Вот это уже... Вот это уже плохо, ребята. О-о-о! Нарамуль, да, я вам скажу. У меня оружия-то никакого нету. Даже во сне я не смогу ничем... Себя защитить. Давайте вот сюда. Вода, что ли? Черт, точно вода. Вязкая хрень. О-о-о! Неужели я куда-то выбрался? Свет загорелся. Опять тоннели, но... Тем не менее, уже светло. Было. И опять темень. Это я случайно не назад ли выбираю? Нет. Тайник. Вход в маленький подвал. А может, в кладовую. С помощью отмычки. А у меня нет отмычки-то, а? У меня вообще ничего не осталось. Одежда обыскать. Ага, вот у нас, значит, проволочка, тряпочки. Сейчас мы сможем себе сделать, естественно, отмычку. И открыть этот люк. Заглянуть в него или залезть, я не знаю, что там будет. Тайник. Да-да-да, сейчас откроем. И лопата. Причем очень сильно покоцанная. Практически на удар, на два, это максимум. Ну, открывай. Заперто. Здесь нужен ключ. Здорово просто, а? Слушайте, здесь больше ничего нету. Только вот эти двери и стены. И тайник. Ни один ключ не подходит. У меня только один вариант. Брать лопату, наверное, и пробивать. Слушайте, если она для чего-то другого нужна была, я ее сейчас тут потрачу. А может, кладовую. Так в подвал или в кладовую? Ты уж определись. Ладно, здесь ничего нету. Мне придется все-таки, ребята, лопатой бить дверь. Ну, естественно, ломать ее. Оружие сломано. Нужно починить. Света здесь, как я понимаю, нету. Клетки какие-то. Клетка, клетка. Кровище. Радио. Радио у нитра. Шкаф. Пустой. Так, окна здесь забаркодированы. И, я так понимаю, этот шкаф можно отодвинуть. Там еще проход у нас. Генератор. О, свет есть. Это кто там связанный такой лежит? Металлический стол с кожаными ремнями. Да, а кто на столе это лежит? И ящик. Таблетки и ножка стула? Что-то мне это напоминает, ребят. Тихо. Черт. Только не эти гады. Не падальщики. Пожиратели. Здесь могу выйти, нет? Нет, к сожалению, не могу. Ломятся сюда. Надо сматываться нафиг. Только вот куда мне бежать, ума не приложу, если честно. Мне вот это радио, честно говоря, бесит. Она почему-то везде. Оу. Мужик откуда-то выпал. Ну, где вы тут, гады? Журчите. Я же слышу вас. Понятно, ребята. Это теневики. Пластиковая курочка. Вообще ничего. Не делает. Ёл. Есть ли выход какой-нибудь? Я просто нахожусь в данный момент в тупике. Я не могу вообще выйти из этой комнаты. Ёл. Их уже двое. Все, сейчас меня здесь распишут. Как пить дать распишут, ребята? И выйти отсюда я тоже не могу, а? Проп. Черт подери. Забомбили. Ну, как я понимаю, это был все равно у нас сон. Ну что ж, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. А на этом все. Всем пока. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...